Выгорелся панель, переднее сидение. Но автомобиль пострадал, конечно, меньше, чем у других. Но, в частности, все равно ущерб нанесен большой довольно-таки. И восстановлению автомобиль не подлежит, к сожалению. Мерседес Антона сгорел в первый день Нового года. Молодой человек рассказывает, 1 января приехал в гости к друзьям на улицу Мариса Тереза и припарковал машину во дворе. Как все случилось, на камеру мобильного телефона сняли очевидца. Даже эксперты, в принципе, сразу повестили, что машина сама так не горит. И, в принципе, с автомобилем ничего не должно было быть, потому что до этого несколько дней назад прошло ТО и никаких нареканий, ничего не было. Автомобиль был только после химчистки и в салоне даже ничего не находилось, кроме одной кофты. Похожая история и у Александра. Он лишился автомобиля 11 января. Схема похожа. Машина стояла во дворе, ночью сработала сигнализация. Когда выбежал на улицу у объятого пламенем Хюндая, уже взрывались колеса. Владелец сгоревшего авто утверждает, опасных веществ, которые могли бы вспыхнуть, в салоне не было. Какая-то девушка молодая, она, говорит, видел троих молодых парней. Говорят, вроде возраста до 30. Всех удащава. Один в светлой куртке был. Я машину поставил напротив своего гаража. И вот они ходили мимо гаражей. Туда-сюда пару раз проходили. Она как обратила внимание. Таких, как Антон и Александр, в Самаре десятки. Машины-жители начали вспыхивать в декабре. Сейчас многие погорельцы еще ждут результатов экспертизы. Она займет минимум месяц. Чтобы ускорить процесс, Антон создал группу ВКонтакте и призвал всех пострадавших объединиться в поисках виновников случившегося. На связь, говорит, вышли уже более 20 человек. По его словам, четкую взаимосвязь между ЧП установить сложно. Но как удалось выяснить активистам, большинство машин, новые иномарки, пока еще не застрахованные. Пожары случались с разницей в несколько минут. Поиски добровольцы ведут тщательно. На зданиях или еще где-то камеры просим записи, просматриваем их, смотрим машины, кто проходил в это время, в ближайшие за несколько часов до и прочее. Предварительные результаты уже есть, но разглашать их активисты пока не хотят. По данным МЧС, с декабря прошлого года в Самаре сгорели более 30 машин. Согласно заключению экспертов, как минимум 11 из них точно сожгли. По мнению юристов, если в кратчайшие сроки не найти и не наказать виновников, это может привести к печальным последствиям. Цепная реакция. То есть ты сделал первый раз, тебе это сошло с рук, ты не понес наказание. После этого, как правило, группы лиц, кто этим занимается, становится больше, потому что это приобретает такой легкий элемент развлечения на грани с ответственностью, но ответственности нет. Активисты уверяют, сегодня важно предупредить жителей об опасности и как можно скорее найти виновников. Если поджигатели поймают и вина их будет доказана, им могут грозить принудительные работы, штраф или до пяти лет лишения свободы. Алина Чемерис, Григорий Плешаков, Василий Колдашов. События.